Идем на рекорд. Минструй России собрал оперативные данные из регионов по вводу жилья. По итогам трех кварталов в стране введено почти 76 миллионов квадратных метров. Темпы строительства жилья в текущем году опережают показатель прошлого года на 20%. По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснулина, это отличный промежуточный результат, который уже сейчас дает уверенность, что по итогам года квартир в России будет сдано больше, чем планировалось ранее. Большое влияние на федеральную статистику оказывает строительный комплекс Москвы. Власти столицы за последние годы много сделали, чтобы эта отрасль работала как часы. Однако не все проблемы еще удалось решить. Почему? Этот вопрос я адресую нашему специальному корреспонденту Михаилу Волкову. Он только что получил результаты опросов СОМ, который проводился среди сотрудников московских строительных компаний. Миша, приветствую, ждем ответа. Света, здравствуй. В России часто принято говорить, что если кому-то что-то мешает делать, то обязательно в этом виноваты ноги. Но если говорить серьезно, то московским девелоперам не всегда удается строить качественно и быстро, и в силу объективных причин. И каких именно, расскажу прямо сейчас. Все данные, которые я сейчас озвучу, были взяты из исследований в ЦИОМ, которое называется «Административные барьеры в строительстве. Опрос московских застройщиков». Проводится оно с целью создания эффективности и качественного диалога между бизнесом и властью. Одним из важнейших факторов, затрудняющих введение строительства в столице, стала экономическая неопределенность. Так считают 70% респондентов. Вторая по значимости проблема – необходимость замены ряда импортных материалов и оборудования вследствие санкций. Кроме того, жизнь столичным девелоперам усложняют постоянные изменения федерального законодательства. 62% опрошенных испытывают и сложности с получением разрешительных документов. Сотрудники в ЦИОМ опросили московских девелоперов и о том, что, по их мнению, нужно сделать, чтобы строительный комплекс столицы мог развиваться в будущем. Помимо расширения льготного и потечного кредитования и поэтапного раскрытия эскроу-счетов, респонденты советуют сделать следующее. Изменение вида разрешенного использования земельного участка – это платное удовольствие. Вот хотелось бы, чтобы размер этой платы был снижен. Что еще? Еще есть инициатива предоставить инвесторам, заключившим соглашение о реализации инвестпроекта по созданию мест приложения труда до роковой даты 23 февраля 2022 года, предоставить им право на однократное продление предельного срока реализации проекта на срок не более года. Еще распространение идеи – распространить на собственников земельных участков за пределами третьего транспортного кольца такие же льготы при смене вида разрешенного использования земельного участка для строительства нежилых помещений, как и для собственников земельных участков в пределах третьего транспортного кольца. То есть сейчас режим разный, тот, который внутри, видимо, лучше. Есть предложение распространить его за пределы. Еще одна цель, которую поставили перед собой сотрудники в ЦОМ, проводя данное исследование – определить уровень доверия московских строителей к властям столицы. В результате даже в условиях кризиса доверие подросло. Благодаря, как полагают эксперты, мерам поддержки, которыми активно пользуются девелоперы. Большинство респондентов в ЦОМ также фиксируют положительные изменения в сфере регулирования строительства в Москве. Около 58% представителей сферы считают, что подвижки в данной области приносят положительный результат. А вот работа столичных чиновников осталась незамеченной для 31% опрошенных. Важно отметить, что и негативных отзывов о том, как в Москве администрируют стройку, немного, всего 2-3%. Но и к этим цифрам также стоит отнестись с большим вниманием, пояснил руководитель департамента градостоятельной политики города Москвы Сергей Левкин. Для этого специально в этом году начал работать единый контактный центр. Есть большие, которые решают все проблемы сами. Есть маленькие, которые либо только выходят на рынок, либо, так сказать, у них только один проект. И, понятно, недостаток специалистов и базы знаний в этой части мы им стараемся помогать просто индивидуально. Есть уровни этого контакта. Я поделюсь, когда есть первая линия. И вопрос простой. У нас есть база знаний, которая утверждена юридически выиграна. И на первый звонок, заходя в базу знаний, мы можем ответить сразу. А есть тонкие нюансы, которые связаны с конкретным объектом, с конкретной компанией, с конкретной ситуацией. Тогда специалисты провалятся на второй уровень, где сидит уже специалист конкретной темы, юрист, зимеющий и так далее. Могу дальше продолжать. И мы начинаем разбирать конкретные вопросы по конкретной ситуации. В целом исследование в ЦООМ показало, власти Москвы идут по верному пути и стройкомплекс позитивно оценивает все нововведения. Баланс очень хороший, как сказал представитель мэрии. Света, скажи, пожалуйста, а у тебя есть водительское удостоверение и водишь ли ты машине? Да, конечно. Тогда эта новость, она тоже, кстати, касается стройки для тебя. В следующем году в Москве закончится строительство московского скоростного диаметра. Эта магистраль свяжет юг и север Москвы, 68 километров протяженностью. Там не будет ни одного светофора. И проехать через весь город можно будет всего за 40 минут. Спасибо за отличную новость. За руль можно садиться чаще будет. О влиянии административных барьеров на строительство в Москве и мерах по их устранению рассказал наш специальный корреспондент Михаил Волков. И в продолжение темы. Совет Федерации накануне за круглым столом обсуждали вопросы создания в регионах нашей страны единых заказчиков в сфере строительства. Почему это так важно именно сегодня? Этот вопрос мы адресуем сенатору Дмитрию Кузьмину нашей студии. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич. Известно, что единый строительный госзаказчик появился в 2021 году. На ваш взгляд, удалось ли новой структуре запустить эффективную модель управления стройкой? На самом деле, решение, которое было принято год назад, оно назрело в силу того, что на территории нашей страны образовалось большое количество объектов федерального значения, которые по разным причинам не были введены в эксплуатацию. Если говорить простыми словами, это не дострой. И для того, чтобы объединить усилия грамотно, квалифицированно, что называется, с одного центра принятия решений, значит, достроить эти объекты, как раз и было принято решение о создании единого оператора. За это время компании удалось разработать стратегию развития, соответственно, разработать план, и самое главное, сформировать современный коллектив профессиональный, который на всех этапах реализации проекта имеет ключевые компетенции и есть уже результат. То есть большое количество недостроенных объектов на сегодняшний день получило вторую жизнь, оно реализовано, и мы сегодня уже можем констатировать о том, что несмотря на некие сложности, которые есть сегодня в работе оператора, все-таки позитивный момент присутствия, и самое главное, чтобы в работе появилась системность. Теперь мы понимаем, как системно подходить на уровне государства к вопросу завершения строительства объектов, которые по разным причинам этого не достигли. В чем вообще миссия единого заказчика в сфере строительства? Ну вот изначально получается, если мы говорим про оператора, который создан год назад, это прежде всего объекты, которые были начаты и недостроены. Если же мы говорим про миссию, то вопрос, который мы сегодня на круглом столе обсуждали, это трансформация тех решений, которые приняты на федеральном уровне, на региональный. То есть на сегодняшний день у регионов отсутствует единый заказчик в сфере строительства. Есть разные структуры, которые так или иначе отвечают за этот процесс, но вот одной такой головной структуры, которая могла бы в моменте взять и с нуля, что называется, построить объекты, его спроектировать, его потом сопровождать, такой структуры нет. Поэтому все-таки, наверное, решение, которое позволяет с нуля объект построить, вот это как раз, наверное, и есть миссия единого заказчика. Да, единого заказчика. Сколько сейчас объектов вообще капитального строительства реконструируется, достраивается в рамках работы единого заказчика, и вообще сколько завершено уже за период работы компании? Ну, насколько мне известно, в этом году 160 очень крупных объектов, это большие объекты в целом, которые с большим источником финансирования. В этом году уже 11 проектов завершено, ну, и из крупных можно отметить, допустим, Третьяковской галереи, один из крупных проектов, мы понимаем масштаб в целом, да, то есть это объекты такого государственного значения, значит, с большим, емким финансированием. А как обстоят дела с организацией региональных единых заказчиков в субъектах? Ну, здесь, к сожалению, есть очень много вопросов, и сегодня как раз на нашем совещании все выступающие однозначно сказали, что называется, в один голос, что назрела сегодня необходимость создания единых заказчиков в регионах. Разрозненность этапов, значит, это прежде всего удорожание, это изменение сроков непосредственно по этапу реализации строительства, это как раз вот ряд факторов, которые и не позволяют своевременно эффективно выполнять функцию заказчика. Поэтому мы сегодня обсудили ряд различных вопросов и пришли к такому выводу, что для создания такого полноценного заказчика в регионе по строительству есть ряд сложностей. Первое, ну, банальная вещь, как бы, да, но она есть везде, это все-таки кадры. И кадры решают все, советский лозунг его никто не отменял. И здесь очень сложно и со сметчиками, и с проектировщиками. Отдельно можно выделить категорию конструктора. И если на этапе, значит, работы этого специалиста были допущены какие-то ошибки, то это может очень дорого стоить в прямом смысле этого слова, или вообще в целом, значит, даже становить проект строительства. Если, допустим, в электрической части что-то сделали неверно, то, в принципе, какими-то точными решениями можно ситуацию изменить. Либо если вентиляционщики сделали какие-то неправильные расчеты. Если же мы говорим про конструктора, то если фундамент сделан неверно, то, по большому счету, строить дальше здание нельзя. Либо если несущая стена сделана не из той марки бетона, то дальше продолжать строительство. Поэтому уровень ошибки непосредственно этих специалистов, он, конечно же, очень значимый. Цифровизация. Цифровизация, к сожалению, в этой отрасли у нас тоже выглядит не лучшим образом. И применение технологий информационного модулирования, о котором сегодня много говорится, здесь очень много, на самом деле, нужно принимать решений. Это нехватка специалистов. Самое главное, что есть вопрос непосредственно по программному обеспечению. Также, наверное, следует отметить и применение 44-го федерального закона. К большому сожалению, очень много сложностей при исполнении этих мероприятий. И когда объявляется конкурс, очень часто бывают ситуации, когда, ну так скажем, не совсем порядочные компании существенно снижают стоимость, выигрывают конкурс и впоследствии дают некачественные решения, которые потом, скажем так, заставляют регионы дополнительно привлекать денежные средства на устранение неправильных, непрофессиональных решений. А это прежде всего сроки, это прежде всего денежные средства. То есть это вот тот объем, скажем так, функций, которые в целом мы обсуждали. Какие сегодня у нас регионы в числе лидеров по созданию единого заказчика? Ну, здесь, наверное, я бы не стал отмечать регионы, хотя у нас есть там пятерка регионов, по мнению которых служба заказчика там существует. Вместе с тем, сегодня при общении мы поняли, что нет, к сожалению, ни одного региона в стране, где эта служба являлась бы полноценной, которая выполняла бы полностью весь функционал, что называется, от АДАЯ. Какие-то разрозненные элементы есть, но если все-таки кого-то выделять, то, наверное, здесь можно отметить коллег из Татарстана, у которых на сегодняшний день есть три крупных заказчика, которые самостоятельно, значит, эффективно работают. И это тот пример, который, скажем так, может быть регионами в данном случае использован. Ранее вы обращали внимание на необходимость ускорения прихода цифры в строительный комплекс. Вы сейчас уже упомянули о том, что определенные проблемы есть. Как сейчас все-таки в целом обстоят дела с отечественным софтом, созданием нормативной базы в сфере цифровизации строительства? Вообще, что препятствует быстрому переходу на цифру отрасли? Ну, наверное, прежде всего нужно говорить о том, что то программное обеспечение, которое мы использовали все эти годы, его невозможно взять и, что называется, в моменте заместить. Это очень долгий процесс, и компании с мировым именем работали десятилетиями на том, чтобы его совершенствовать. Поэтому сразу, что называется, здесь и сейчас это будет очень сделать сложно. Ну и плюс ко всему, конечно, компетенции. Нет такого количества специалистов, которые готовили бы вузы для того, чтобы в дальнейшем можно было быстро, эффективно, ну, сделать такие большие шаги, значит, в этом направлении. И как раз вот для решения этого вопроса у нас на площадке Совета Федерации есть совет по цифровизации, его возглавляет Андрей Анатольевич Турчак. И в рамках этого совета есть различные секции. Вот сейчас как раз мы создали секцию по цифровизации строительства жилищно-коммунального хозяйства, которую я возглавил. И совместно с коллегами из Минстроя мы уже разработали план работы на следующий год по цифровизации строительной отрасли, по цифровизации сферы жилищно-коммунального хозяйства. И в рамках этой секции уже первое заседание мы проведем в декабре текущего года. И совместно с коллегами будем искать как раз пути решения всех проблем, которые сегодня стоят с точки зрения достижения цифровой зрелости в строительной отрасли. По итогам прошедшего круглого стола, Какие решения приняты, какие рекомендации и кому будут даны? Ну, в целом, рекомендации, конечно же, больше будут касаться Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Также они, прежде всего, будут касаться регионов, потому что нам очень важно, чтобы регионы высказали свою позицию. И все мы знаем, что Совет Федерации – это палата регионов, поэтому очень важна обратная связь. Но, насколько мы сегодня поняли, регионы только за, чтобы служба единого заказчика в строительстве была организована. Единственное, что есть достаточно большой ряд вопросов, и с коллегами мы договорились, что будет разработана дорожная карта. Что необходимо сделать на сегодняшний день для того, чтобы мы могли приблизиться к этому решению, которое как раз и позволит быть более эффективными, более современными, правильно расходовать бюджетные средства, чтобы они были более прозрачными, и самое главное, чтобы каждый занимался своим делом. У нас, к сожалению, сегодня объекты социальной сферы строят и врачи, и педагоги, и работники культуры. Так вот, эти профессии должны заниматься ровно тем, для чего они созданы. Врач должен лечить, педагог должен учить, а когда они занимаются строительством детского сада, у них в любом случае не может быть компетенций по всему строительному циклу. Начиная от выбора земельного участка, потом изыскание, потом проектирование, экспертиза, строительный контроль. То есть это огромный перечень функций, требующих профессиональных знаний. И в этом как раз задача и заключается, чтобы вот этот единый заказчик, он забрал полностью все функции непосредственно у всех бюджетников, забрал оттуда эти структуры, в том числе и денежные средства, и сам самостоятельно строил школы, больницы, детские сады, объекты культуры, объекты спорта, используя свой профессиональный состав работников, свои компетенции, ну и, что называется, имея более широкий кругозор по части того, что все происходит в строительной отрасли. Поэтому вот именно региональная тематика для нас, конечно же, очень важна. И ждем очень, ну скажем так, интересных моментов и предложений с регионов. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич. На наши вопросы в прямом эфире отвечал сенатор Дмитрий Кузьмин.